И снова, здравствуйте, дорогие друзья, здравствуйте, братья и сёстры. В данном видео мы с вами поговорим о политике Турции, не обойдя, конечно, стороной политику Российской Федерации, а также затронем в нашей речи политику Ирана. Точнее сказать, мы продолжим говорить о неких непонятных телодвижениях иранских политиков. Ну что ж, говоря о Турции, мы главным образом будем говорить об этой стране с точки зрения взаимоотношений Турции и России. Что же происходит, дорогие мои, в этом направлении? Недавно, как вы знаете, уже состоялась встреча Путина и Эрдогана в русском городе Сочи. Этой встрече многие эксперты предрекали крайне, видимо, важные для обеих этих стран, а возможно и для всего мира, решения. Подписание неких договоров, которые отразятся на всей территории нашего земного шара. В частности, в изменении политических действий различных сил. Вот эта статья, она находится перед вами. Данная статья, можно сказать, являлась преддверием данной встречи. И во многом, уже с самых первых минут, высказывания российских и не только российских экспертов оправдались. Потому что мы с вами сейчас прослушаем начало данной встречи между двумя политическими гигантами. Давайте все называть своими именами. Владимира Путина и Реджепа Эрдогана. Давайте послушаем. Давайте послушаем и дальше продолжим наш анализ. Приступаем. Профильные ведомства работают постоянно. Обратите внимание, как нервничает Владимир Путина. Обратите внимание на движение элементарно его ног. А вот нервничает. За 9 месяцев текущего года, за 8,5, рост составил свыше 55. Возможно, мы не только все пропустить, но и нарастили. Переговоры иногда непросто, но с окончательно позитивным результатом наши ведомства научились не хотеть компромиссы выгоднее для обеих сторон. Продолжают расти инвестиции. У нас накопили инвестиции турецких в России около 1,5 млрд. А российских экономик в Турции 6,5 млрд. Давайте я останавливаю на некоторое время. Почему турецкие инвестиции в меньшей степени вкладываются в Россию? Ведь на этот вопрос необходимо ответить для того, чтобы понять всю картинку. Потому что в окружении, к сожалению, Кремля находятся те силы, которые любой ценой будут стараться не допустить турецких инвесторов. Это Багдасаровы и прочие. Данный список можно перечислять, начиная с такого депутата, в частности, как Затулина и ему подобных. Если я ошибаюсь, пожалуйста, поправьте. Неужели кто-нибудь скажет, что тех, кого я перечислил, помогают тому, чтобы Турция вкладывала финансы в Россию? Я уж не говорю про Жириновского. Сейчас некоторые скажут, Камран, но это не столь крупные фигуры. Знаете, навредить, для того, чтобы навредить, этих фигур достаточно. Тем более, ведь они ходят под колпаком более крупных фигур в самом Кремле, которые просто не озвучивают свое мнение в открытую. Не так ли? Продолжим. В полном объеме, в запущенных дней, работает турецкий поток, газопроводная система в Турцию, и транзитный на Венюшском европейском стаде. В этой связи не могу еще раз вас не поблагодарить за неизменную позицию по строительству этой заправочной системы, которая отвечает интересам турецкого народа и России. Но прежде всего, все-таки, России. Давайте все называть своими именами. И вот сейчас, когда мы наблюдаем достаточно сложный, проблемный процесс на европейском газовом рынке, тут, кто-то из себя абсолютно уверен, здесь не стабильный. Продолжается по плану работа по атомной инстанции Акуин. Аккуин, грязь, аварийный шансы, да? Это программа, где этот программ был, ладно? На международной арене мы сотрудничаем, достаточно успешно. Аккуин, грязь, аварийный шансы, да? Аккуин, грязь, аварийный шансы, да? Обратите внимание, он не произнес Карабах. Вообще не произнес. Он говорит, на границе Азербайджана и Армении. То есть он показывает тем самым, что, оказывается, наблюдательный пункт российско-турецких миротворцев следят не за Карабахом. Карабах уже часть Азербайджана. А за границей между Азербайджаном и Арменией. Навряд ли это оговорка. Навряд ли. То есть, несмотря на многочисленные высказывания армянских лоббистов России, даже из представителей властных структур политика России отражается с точностью до наоборот. Если слушать высказывания Затулина и ему подобных, то это обратная сторона отражения, не являющаяся правдивой. Лучше выслушивать президента, не так ли? А президент указал, зачем следят российские и турецкие миротворцы. Никакого Карабахской так называемой республики нет. Есть наблюдения за границей между Азербайджаном и Арменией для недопущения столкновения между странами, уже существующими. Продолжаем. Знаете, что меня напрягает? Что в связи с этим ничего не сказано об Иране. Вот это напрягает. Я очень благодарю вам. Что в целом руку об этом чуме нужно поднять? Продолжаем ли другиеbrar Theater Должф, я вам рада при встрече вам проживание? Ну вот, пожалуйста, сегодня я хочу вам прочитать. Продолжаем ли высказать? Долж,ном ремонт. Продолжаем? Грана вид, что высказали? Я думаю, что высказали? Что высказали? Я daughter, приветствую. С 말ом, что высказали? Субтитры делал DimaTorzok 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 Добавил 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 DimaTorzok имеется в виду с точки зрения армии в НАТОвском Союзе, в военном НАТОвском Союзе. Не считаться с ним невозможно. Но давайте продолжим. В момент сближения двух стран, в момент, когда главы двух стран называют противоположную сторону братской, дружественной, на российском телевидении звучат совершенно другие речи. Турцию стараются выставить врагом, при этом не просто врагом, а чуть ли не вечным врагом России. Вроде бы, вместо того, чтобы говорить о сближении двух стран, российское медиапространство работает прежде всего против своего же президента, президента Российской Федерации. Странно, странно. Хотя, чему после этого удивляться, когда Путин называет такую глобальную разницу касательно вкладов финансов россиян в Турцию и вкладов турков, турецкого бизнеса в Россию. Потому что вот такие медиа, так называемые эксперты, и мешают продвижению вкладов турецких крупных финансовых бизнесменов в Российскую Федерацию. Маргариты Симоняны, Затулины и прочие затормаживают, создают некие проблемы для осуществления финансовых вложений из Турции. В частности, это делают не только российские медиафигуры из представителей россиян-русских, это делают и условные азербайджанцы, азербайджанцы по паспорту, типа Арифов Асалеоглу, который за последнее время уж очень больно активизировался, написав аж две обширные статьи. Все это очень интересно, не так ли? Но давайте с вами зададимтесь тем вопросом, который часто армянство и армянские лоббисты, туркофобы на российском телевидении и в российских всевозможных средствах печати и медиа заявляют. Они заявляют о том, что Турция состоит в НАТО, что Турция не может быть другом России, учитывая то, что она состоит в НАТО. Но при этом никто из них почему-то не говорит о причинах того, почему Турция вступила в НАТО и почему Турция возможно продолжает оставаться в НАТО. О чем это я? Об этом моменте, как ни странно, заявил Станислав Тарасов. Эти события связаны с правлением на территории бывшего Советского Союза Иосифом Сталином, который во времена своего правления совершил, можно сказать, глобальную ошибку, пойдя на поводу о определенной части в кавычках личностей, которые его окружали, типа Микояна. О чем это я? И о чем говорит Станислав Тарасов? Я не буду сейчас запускать данное видео, которое посвящено той же самой статье. Я просто ознакомлю вас с чем идет речь. О чем идет речь? Речь идет о озвученных планах Сталина касательно претензий Советского Союза на земли Турции, исходящие из заявлений представителей армянства, стоящих у верхушки в те годы. Да, армянство тогда уже заявляло о так называемой Западной Армении, о своих претензиях к Турции. Так как же могла действовать после этого Турция, если крупнейшее государство, тем более победившее в Великой Отечественной войне, заявляет о своих претензиях. Турции необходимо было искать союзника. И союзник был найден. Это США. Но важно осветить другой момент, о котором здесь сказано. Незадолго до заявлений Иосифа Сталина о претензиях Советского Союза на территорию Турции, чуть было не был подписан договор о союзе Советского Союза и Турции. О военном союзе. В частности, в этом договоре должно было быть сказано о взаимной защите границ. То есть, Советский Союз защищает интересы Турции, Турция защищает интересы Советского Союза. Сталин под давлением, видимо, определенных советников отказался от этой идеи и начал говорить о претензиях. Ну, я уже говорил, к чему это привело. Это привело к созданию союза США и Турции. Почему-то об этом моменте никто не любит говорить. Но при этом проармянские лоббисты продолжают заявлять о своих претензиях на земли Турции. Не думают ли в российском Кремле о том, что именно эти заявления могут в частности тормозить крупный бизнес в Турции для вложения финансов в Россию? Зачем спонсировать то государство, которое имеет озвучивать порой претензии на твои земли, на земли твоего государства? Сейчас некоторые скажут, Кемран, но почему ты так четко заявляешь о том, что именно представители армянства действовали касательно недружественных отношений Советского Союза и Турции? Может быть это были какие-то агенты Запада? Убирая в сторону даже то, что по сей момент армянство даже на территории России претендует на земли Турции, убирая это в сторону, давайте вспомним события тех лет 40-х тире 50-х годов. 40-е годы это ознаменовались изгнанием азербайджанцев с территории Армении, так называемым переселением с приграничных с Турцией участков Армении. Разве этого не было? 57-й год обращение Микояна к Хрущеву о передаче Карабаха и состава Азербайджана в сторону Армении? Разве этого не было? Все это очень интересно. И в России тем не менее задаются вопросами является ли Турция союзником? Интересно. Ну а давайте продолжим и перейдемся с вами к разговору об Иране. А что же Иран? Иран продолжает свою воинственную риторику. В частности министр разведки Ирана посетил краеугольную провинцию регион под напряжением. Так под напряжением данный регион держит именно Иран. Помогая в частности армянским сепаратистам. Забывая что в самом Иране есть множество вопросов. Не так ли? Касательно сепаратистских сил. Иран об этом забывает. Иран забывает что первым начал жесткую риторику а сейчас старается обращаться к Турции и Азербайджану как к виновникам. Странно? Не находите? Продолжая говорить об этом об этих аспектах касательно воинственной риторики Ирана я хочу ознакомить вас с еще одной статьей политические галлюцинации Агаи Хатибзаде в Иране ответили Алиеву президенту Азербайджана но скрыли важные детали что же было заявлено? Давайте с вами зачтемте некоторые моменты тем более учитывая что это заявил не кто-нибудь а пресс-секретарь МИДа Ирана Саид Хатибзаде не рядовая личность давайте прочтемте учитывая что между двумя странами существуют хорошие и уважительные отношения и обычные пути коммуникации между двумя сторонами находятся на самом высоком уровне удивительно выражать это таким образом интересно а выражать отношения Ирана с Азербайджаном поддерживая сепаратистов на азербайджанских землях это видимо норма ведь неоднократно были замечены машины с иранскими номерами которые проникали на еще недавние оккупированные земли Азербайджана да и сейчас стараются прорваться разве не странно но дальше он заявляет иран интересно передвижение войск на границе с Азербайджаном это проявление добрососедских отношений и поддержка сепаратистов в Армении сепаратистских организаций вот уж странно и об этом не мог не знать пресс-секретарь МИДа Ирана но он продолжает проведение учений на северо-западных границах нашей страны является вопросом суверенитета они проводятся во имя соблюдения стабильности и мира во всем регионе интересно то есть провоцируя Азербайджан и Турцию это оказывается способствует стабильности мира в регионе странно но чуть позже он объясняет все-таки причину поневоле проговариваясь потому что он не должен был делать данное заявление уж точно и наверное потом об этом пожалел вот что он заявил конечно очевидно что Иран не потерпит демонстративных присутствия сионистского режима у своих границ и в этом контексте предпримет любые действия которые сочтет необходимым для своей национальной безопасности то есть несмотря на все высказанное о мире в регионе данный пресс-секретарь четко заявляет о том что не потерпит если у соседа будут улучшаться отношения с Израилем то есть Израиль который не поддерживал сепаратизм на азербайджанских землях должен стать нашим врагом ради государства которое поддерживает сепаратистов я уж убираю в сторону отношения между евреями и азербайджанцами а чисто политически но не смешно ли пресс-секретарю МИДа Ирана говорить столь кощунственную ложь смешно дорогие друзья смешно но когда платят деньги и умный человек порой притворяется дурачком не так ли на этом все дорогие друзья я заканчиваю данное свое видео рассказав вам о последних событиях ответив армянским лоббистам в отношении Турции раскрыв некоторые скобки в частности исторических моментов и обсудив с вами истинную позицию ирана который уж очень раздражен сближением Азербайджана и Израиля тем самым усилением Азербайджана его влияние ну что ж дорогие друзья я перехожу на главную страницу своего канала сегодня на моем канале еще будут видео я же с вами прощаюсь до новых встреч до свидания не забудьте подписываться на канал ставить лайки дизлайки нажимать на колокольчик делиться ссылками в соцсетях на мои видео а также оставляйте пожалуйста побольше комментариев потому что к сожалению ютюб не любит аналитику ему легче воспринимать новости как то так и хочу сказать что все кто захочет оказать поддержку пишите пожалуйста на почту потому что поддержка необходима сейчас в особенности всем до свидания